Новости в эфире в студии работы Толмаса Шин. Здравствуйте. Об обновлении судейского корпуса рассказал сегодня президенту председатель высшего судебного совета. По словам Дениса Шипа, они впервые провели конкурс для юристов. Его победители смогут стать судьями областных судов, минуя районный уровень. Таким образом удалось привлечь больше узких специалистов. Глава высшего судебного совета также доложил об итогах деятельности за прошлый год. О состоянии судейского корпуса страны и в целом о реализации поручений президента. Почти 6,5 тысяч ипотечников смогут воспользоваться процедурой банкротства. Об этом на брифинге в СЦК заявил первый зампред агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Всего ипотеку имеют порядка 450 тысяч казахстанцев. Общая сумма займа превышает 4,5 триллиона тенге. Нурлан Абдрахманов напомнил, что в стране уже есть процедура досудебного регулирования, с помощью которой можно погасить просроченные кредиты по жилью. Чтобы воспользоваться функцией, нужно обратиться в банк, где рассмотрят возможность реструктуризации займа. Работает также программа рефинансирования ипотеки. Еще с 2015 года для социально уязвимых граждан. Планируют ее также продлить до июля текущего года. Так удастся помочь еще примерно миллиону заемщиков. Явка избирателей на парламентских выборах может составить 53%. Это данное исследование, которое провел Институт общественное мнение. Казахстанцев спрашивали, опрашивали по телефону. Участие приняли в соцопросе 1200 респондентов из разных регионов страны. Озвучили в организации также предпочтения электората. По информации Института, более 48% опрошенных готовы поддержать кандидатов от Аманата. Порог в 5% по данным опросу удастся преодолеть партиям АУЛ и АХЖОЛ. Остальным еще предстоит заручиться поддержкой. Кандидаты от Народной партии Казахстана по итогам опроса на этих выборах рискуют набрать менее 5%. Новая партия Республика может получить почти 3,5% голосов. ОСДП чуть более 3%, а партия Зеленых Байтак еще меньше. По факту наезда снегохода на людей в Актубе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Напомню, в минувшую субботу на одной из баз отдыха 16-летний подросток на снегоходе врезался в людей, стоявших возле снежной горки. 40-летняя женщина скончалась на месте. 49-летний мужчина и четверо несовершеннолетних оказались в больнице. 16-летняя девушка находится в реанимации. Еще трое, среди которых полуторагодовалый ребенок, получают лечение в отделении травматологии. Сам несовершеннолетний, управляющий снегоходом, не пострадал. Пострадавших осмотрели хирург, нейрохирург, реаниматолог, травматолог, лор-врач. Состояние всех пациентов стабильное, без осложнений. Они получают необходимое лечение. К пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили создательницу финпирамиды LV Force в Акмолинской области. Организовали ее еще в 2018 году в Снегостепногорске. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. За время деятельности в нее вовлекли свыше 5,5 тысяч человек. Сумма причиненного ущерба превысила 147 миллионов тенге. В 2018 году Лешко на территории города Степногорск решила организовать компанию LV Force для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц организовала деятельность финансовой пирамиды. Судом Лешко признана виновной... Другим темам в Туркестане начали проводить сложнейшие операции на сердце. В городе открылось отделение кардиохирургии, где будут оперировать опасные патологии. Теперь пациентам не надо, как раньше, ждать очереди, ездить в мегаполис. Самое современное медицинское оборудование теперь под рукой. Об этом наш сюжет. Житель Туркестана Пернибай Жуманов приходит в себя после операции на сердце. Сегодня он проснулся с хорошим настроением и рад гостям. А ведь еще пару недель назад его мучили частые боли. Врачи причину нашли сразу и провели ювелирную работу по восстановлению нарушенного кровотока. Драгоценное время не было потеряно. Мое сердце буквально горело, и с каждым днем все больше и больше дышать даже тяжело было, ходить не мог. Это усиливалось. Врачи сделали операцию. Сейчас мне уже хорошо. Иду на поправку. Теперь у туркестанских кардиохирургов есть возможность проводить и высокотехнологические вмешательства. Новое оборудование позволяет врачам действовать быстро и безошибочно. В перечне возможностей нового ангиографа десятки современных функций. Для пациентов это бесплатно. В рамках социально-медицинского страхования. До 2004 года в Казахстане проводили не больше 200-300 операций на сердце. Сейчас выполняется 10 тысяч сложных хирургических вмешательств. Но это тоже немного, потому что в стране 19 миллионов человек. По статистике на 1 миллион населения приходится тысячи операций. В Туркестанской области зарегистрировано около 350 пациентов с пороком сердца. Ещё 2,5 тысячи больных с заболеванием сосудов. Однако специалисты говорят, что статистика в последнее время стала снижаться. Раньше мы возили таких пациентов в Алмату, Астану, Шимкент и оперировали. Теперь операцию будут делать в Туркестане. Здесь можно провести более 300 операций на сердце, головном мозге и конечностях. Сейчас оснащение клиник региона продолжается. Самое современное медицинское оборудование стали получать кардиологи в сёлах. Технику уже получили центральные больницы в Сарагашском и Сайрамском районах. Катерина Попкова, Жандо Жумабек, Нурмахамбек Муратов, Туркестан, Хабар, 24. Спортивный комплекс восстановили в посёлке Жумускер, Шетского района Карагандинской области. Старое здание пустовало несколько лет. Сельчане собрали на ремонт около 5 миллионов тенге. Ещё 2 миллиона добавили из районного бюджета. Спортивный инвентарь подарили спонсоры. Теперь там есть зал для бокса, для борьбы, есть теннис и тренажёрный зал. Хорошо, что есть теперь спорткомплекс. До этого мы тренировались в школьном зале. Это было неудобно. Из района нам выделено 5 штатных единиц. Один спортивный инструктор, тренер, два охранника и уборщица. Мы планируем, что ежедневно здесь могут заниматься разными видами спорта около 20 детей. Около 2000 детёнышей сайги этой весной отберут для научных исследований. Об этом сообщили в Минэкологии. Учёным предстоит понять, можно ли содержать их в неволе, как сельскохозяйственное животное. Сегодня численность сайгаков в стране превысила 1 миллион 800 тысяч. Степные антилопы стали конкурировать со скотом за пастбище и водопои. Тем не менее, сайгаки, как исчезающий вид, находятся под защитой. Учёные намерены добиться разрешения регулировать численность сайгаков для дальнейшей переработки и реализации мяса и рогов. В целом рассмотреть возможность одомашнивания. Как она будет в условиях вольера жить. Возможно ли введение данного животного в сельскохозяйственную культуру. Отработка вакцины. Отработка этого механизма одомашнивания. Это один из тех же вопросов по регулированию, которые ставило общество. То есть есть бескровные методы, кроме отстрела. Есть международная организация СИТЭК, которая по охране и развитию диких животных. И они заседают 3-4 года один раз. Выбирают именно те государства, где успех в области развития редчайших животных. И в ближайшем 25-м году намечается очередной съезд. И к этому съезду до 300 дней мы, Казахстан, если мы хотим с особо охраняемого вида сайгаков переключить на регулируемый человек. Ведь мы должны именно представить научные доказательства, аргументы именно в виде теоретических раскладок. В Караганде медаль за отвагу от МЧС вручили школьникам. Братья Яросл и Канат Смогуловы помогли выбраться пенсионерам из горящего дома. Пожар произошел в частном доме, когда мальчики чистили у пожилых людей снег. По данным специалистов, причиной возгорания стала неисправная печь. По оценке спасателей, школьники в экстренной ситуации действовали профессионально. Позвали на помощь соседа, вывели пожилых людей на улицу и позвонили пожарным. Яросл и Канат Смогуловы учатся в 9-м и 8-м классах. Один из них уже определился с профессией. Яросл мечтает служить в рядах МЧС. Юным спасателям и их матери также вручили благодарственное письмо от министра посвящения и руководителя областного управления образования. Нам кричали «Помогите, горим!» Горим! И мы, спрыгнув с крыши, начали тушить огонь снегом. Спички началось, и весь потолок, все стены загорелись. Бабушка сама вышла, дедушку мы вытаскивали своими силами. Он сопротивлялся выходить. Страшно было. Эвакуировав жителей, они уже приступили к первоначальному тушению пожаров, предварительно вызвав противопожарную службу. Все действия, которые они провели, они были последовательно все правильные. И это помогло избежать именно человеческих жертв и минимизировать последствия от пожара. Эфир продолжит дневная смена. Тема сегодняшнего обсуждения – предстоящие выборы депутатов Мажлиса и Маслихатов. Не пропустите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...